Девочки, всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. Сегодня я хочу сделать видео о моих находках на французском рынке, а также мои покупки. Давайте так его назовем, между нами девочками. Знаю, что многие любят такие видео. И первое, с чего я начинаю, сегодняшняя находка. Просто замечательная вот такая симпатичная летняя сумка от Victoria Secrets. Secret, да? Так правильно произносится. Сейчас я вам покажу ее поближе. Она была с этикеткой. Даже могу показать этикетку. Кто не верит, что у нас на рынке можно найти совершенно новые изделия на развалах на французских. Маленький перерыв. Не забываем пить воду. У меня всегда вода, когда жарко, в холодильнике. Вот такая перье. Это лимон без сахара, конечно же. Немножко газированное, минеральное. Если не переносите, то, конечно, просто воду. Иногда делаю воду с мятой. И у меня есть вот такой, как его назвать даже, для холодного чая. Эта решеточка, она убирается, и там у меня мята в холодильнике. То есть на любой вкус и цвет. Но сейчас хочется минералочки. Не забываем пить воду без фанатизма. Но постоянно. Я честно вам скажу, сейчас нальем. С того момента, когда я начала сбрасывать вес, мне все больше и больше хочется пить водичку. Постоянно. Ну, литра полтора за день я точно выпиваю. На здоровье. У нас сегодня жаркий день. С утра мы с мужем ранним утром, прям рано были на пробежке. Много от вас вопросов, мои хорошие. Как себя промотивировать? У кого какие проблемы, когда начинается спорт за 45 плюс? И отеки, и проблемы со спиной. В общем, я на все вопросы сделаю такой ответ вопрос, и обязательно вам отвечу. Пишите ваши вопросы под этим видео, и мы обязательно сделаем такое видео. Если вам интересно, напишите. Чуть-чуть с вами отдалились от темы. В общем, сумка. Вот такая, такой мешок. Я брала ее с той мыслью, чтобы ходить на пляж. Здесь она завязывается, идет такая интересная сеточка. Я люблю такие сумки-кошелки, сумки-мешки. Внутри она сделана как будто... Ну, это не шелк, а вот что-то такое импермиабля, то есть водоотталкиваешься. Очень удобная, очень стильная. И на лето на пляж будет, мне кажется, самое то. Такая находка. Вот от нее этикеточка Victoria's Secret. Но я смотрю цену, и не могу увидеть, что за цена. Давайте посмотрим на сайте, сколько стоят сумки от Victoria's Secret. Итак, мы на официальном сайте Victoria's Secret. Честно скажу, никогда ничего не покупала. По-моему, какую-то косметичку в аэропорту Орли. У них есть также ароматы для тела. Различное белье. Знаю, что классные пижамы. Вот смотрим с вами сумочки. Сумочки где-то от 80-70 евро. Сейчас там происходят скидки. Можно купить сумку за 38 евро. По-моему, классно. Такое, как у меня, я не нашла. Скорее всего, это старая коллекция. Но такие сумки, они всегда в тренде. Я думаю, что она стоила где-то евро 50. Напишите, как вы думаете, сколько стоила такая сумка. А я вам расскажу в следующем видео, за сколько купила эту сумочку именно я на нашем рынке. Хорошо? Договорились? На мне сегодня такое летнее платье на бретельках. И вот просто такая сумочка. Как раз для отпуска. Когда не хочется не брать никакие структурные сумки, мне кажется, это будет прям самое то. И на пляж, и просто прогуляться. Что думаете? Как вам такая моя находочка? Следующая моя находка – это купальник. Найти хороший, качественный купальник на мою фигуру – это проблема. Я даже когда-то снимала видео на большую грудь. Это, конечно, что-то с чем-то. И в последнее время я избавилась, продала на винтед все мои купальники цветные. Сейчас практически все один оставила. Мне хочется что-то такое однотонное, бежевое, коричневое. Мечтала найти шоколадного цвета. Попался вот цвет хаки. Посмотрите, какая форма. Да, у меня объемная грудь, тройка, а то и больше. И это Триумф. Вот 95. Я покупаю даже. Честно скажу, не померила. Сейчас нужно померить. Триумф – классная марка. У нас есть магазины. И я думаю, что за ансамбль, за двоечку, то есть не сверх, нужно заплатить где-то 80-90 евро. На рынке этот купальник мне обошелся в 10 евро. Представляете, он новый с этикеткой. Я этикетку просто уже отрезала. Видите, здесь все новое, конечно же. И я хочу просто-напросто померить, подойдет он мне или нет. Марка Триумф и белье. У меня есть различные топики, такие под одежду. Комбинашки очень я люблю, очень уважаю. И вот такая у меня сегодня была находочка. Летом с шортами, джинсовые шорты. Сегодня я выставила очень интересный пост и в сообществе, и в Инстаграме, кто на него, кто может подписаться, кто подписан, у кого есть VPN, о том, что мой контент меняется. И как я узнаю себя, что мой контент будет более правдивым, более настоящим, со всеми моими, так сказать, недостатками, меньше фильтров. И, в общем, я была вот в этих шортах. Эти шорты, это, конечно, шорты для пляжа, шорты для лета, шорты для дома, не для города. Я никогда не выйду в школу за Сашей. Мне не позволяет фигура. То есть я вижу все свои недостатки, я принимаю себя такая, какая я сегодня, но я против бодипозитива. Я за принятие себя во время изменений. В общем, почитайте этот пост. Как вы думаете, порассуждаем на эту тему. Я считаю, что бодипозитив – это самообман. Как считаете вы, в женской психологии, в женской сущности бодипозитив – это, конечно, и женская сущность бодипозитив не есть, ну, не соответствует одно другому. В общем, можно подискутировать тоже на эту тему. И вот купальник, шорты, вот эту рубашку Uniqlo. Очень люблю марку Uniqlo. Я также покупала у нас на рынке. Она такая овер, достаточно классическая. Ну, мне она нравится. Знаете, что у Uniqlo сайты размеры большими. Это эмочка. Ну, качественные материалы. Просто на лето то, что нужно. Как вы относитесь к марке Uniqlo? И напишите, сейчас она присутствует у вас на рынке, или они ушли из России. Мне просто вот напросто интересно. Купальник был не один. Нужно будет посмотреть, что там у меня еще было куплено, найдено на французском рынке. Обошелся он мне, как я уже сказала, в 10 евро. Купальник мне отлично подошел. И я уже сразу начинаю собирать чемодан в отпуск. Вот такая корзинка, накидка. Это тоже то, что всегда пригодится в отпуске. Конечно, конечно, тело далеко не идеальное. Нужно подкачать живот, бедра. Делать массаж еще 7 килограммов. Долой. Но мы над этим работаем, девочки. Как вам такая корзиночка? Мне кажется, классно будет смотреться в отпуске. Самое то, что думаете. Так, сумку от Victoria's Secret и корзиночку от Darjeeling. Здесь у меня еще кое-какие вещи для пляжа. Берем накидку вот эту возьму. Она хоть и синтетическая, не помню, где я покупала или какой-то мне китайский сайт присылал. Но она очень быстро сохнет. А иногда на море такая влажность, что просто долго сохнут вещи. Видите, корзинка просто шикарная. И сейчас я хочу померить вот такую накидку. Это бренды. Вот так называется. Эммочка, она была мне малая. Не знаю, сейчас мне она подойдет или нет. Посмотрим вместе. Девочки, села идеально, даже в груди. Эммочка. Смотрите, какая классная. Под него бы какой-то коричневый купальник. Ну и этот из цвета хаки тоже хорошо. И у меня винтажная сумка. Просто на самом деле она винтажная. Я сейчас поближе вам покажу. С такими ручками. Как раз с юга. На пляж. И очки мои любимые Селин. В общем, думаю, что нужно брать. Я так рада, что подошел. Нужно удалять. Как вам сказать. Я поставила на сайт, чтобы продать все это. И вот сейчас меряю. И как будто... Ну так здорово. В общем, прям рада, что я взялась за себя. Теперь могу уносить красивые вещи. Я люблю просто сетки. Вот эта неудобная у нее ручка короткая. Она такая вот барсеточка. Но сетки вот такие, если побольше, у меня есть черное и белое. Они классно тоже на пляж. Сохнут быстро. Песок высыпается из них. И смотрятся они довольно-таки стильно. Вместо разных мешков смотрятся классно. Покажу вам поближе сумочку. Винтажная моя сумочка. Когда-то нашла ее на блошином рынке. Но она такая классная. Смотрите, какие ручки. И она... Видите? Такая клеенчатая. Клеенка внутри. Очень удобно на пляже. И самое главное, здесь написано Ваканзе. Каникулы в Каннах. Каникулы в Сан-Тропе. В Каннах. То есть, вообще, мне, по-моему, продали... Я? Нет. Я ее нашла, да, на блошином рынке. У одной француженки. Она сказала, что это самый настоящий винтаж. Когда-то она в молодости ездила в Канн или в Сан-Тропе и там купила. В общем, классная сумка. Нужно будет ее с собой взять. И вот такие сеточки. И вот две накидочки. Тоже берем. Пишите. У меня такой художественный беспорядок на кровати. Когда я вам показывала сумку девочки Виктория Сикрет, я была в платье. Я знаю, что будут вопросы. Это платье вот от такой марки. Не знаю, что за марка. Также нашла его на рынке, по-моему. И это Элька Лондон. Брав Суль. Если правда. И оно идеально сидеть. Здесь, по-моему, шелк. Вытачки. И сзади, видите, как оно интересно сделано на спинке. Я, конечно, не могу себе еще позволить без... Да и никогда не могла. Потому что у меня такая... Как вам сказать? Тяжелая грудь. Вот. Мне нужно найти какой-нибудь бюстгальтер. Бра, но я практически не тешу себя надеждой найти что-то такое, что будет поддерживать. Возможно, вы мне подскажете. Потому что платье классное, но когда я ношу его с бюстгальтером, все это видно. Это не так красиво, не так сексуально, конечно, смотрится. Вот. Но это платье можно использовать также на купальнике. Я люблю такие вещи. Трансформеры, я их называю. И на пляж. И вечером выйти, если вы в купальнике, в кафе какое-то, или каблучки, красная помада, красивые шлепки, вы уже на выход вечером в ресторан. Что еще? Я нашла себе купальник. Все купальники, кроме вот этого цветного, потом вам покажу, куплены на рынке. Вот такой купальник. Я люблю слитные купальники. Вы скажете, как можно покупать не меряя? Я знаю свои размеры, я знаю свою форму, я знаю, что мне нужна толстая лямка, чтобы удержать мою грудь. Какая форма мне нужна, какая застежка нужна. Вот здесь что-то нужно. Его будет... Наверное, мерила с дезодорантом и измазала иногда. В общем, и если мне что-то не подходит, я сразу продаю их на винтеде. Их раскупают просто как горячие пирожки, потому что купальники стоят дорого. Тем более большие размеры. И сзади у него вот такая завязка, корсет. В общем, давайте сейчас его померяем, посмотрим. Это кальцедония. Да, вот такая. Будем мерить. И к нему у меня есть платье и стену. Черный слитный купальник. Он всегда выигрышно смотрится, конечно же. Как я уже сказала, есть над чем работать. Но думаю, что обязательно его возьму. Сейчас покажу вам, какое платье у меня. Платье туника или как их назвать. А вот это классно. Нужно будет взять какой-то брошь. Заколоть или ремень. Будет смотреться это неплохо. К этому купальнику у меня есть вот такое платье от Брэдна Кальцедония. Тоже это точно такая же серия, что и купальник. Видите, оно из хлопка, длинная. Классная. И как раз для пляжа у него разрезы. Вообще, заглядывайте в эту марку. Там все для пляжа просто идеальное. И вчера вот я вам показывала, купила тапки. Есть сетка. Вот такая черная. Ну, у нее бежевые вот эти. Обживочка бежевая. Но с сеткой классно. И также очки Гуччи. Черные вот такие. Это будет такой комплект. Или можно вот с этой как раз сумкой. Что вы думаете от Виктория Секрет. Думаю, что будет неплохо. Сейчас померяем. Вот так выглядит это платье. Оно такое свободное. Свободные рукава. Можно опустить. Можно подтянуть. Здесь просто резинка. Есть разрезы. Вот. И вот шлепки очень удобные. И эта сумка как раз отлично подошла. Очки. И вот так пошел на пляж. Побежал, побежал. И можно зайти в кафе. Выпить минеральной водички. Коктейли мы с вами пока не пьем. Шучу, конечно. Думаю, что будет очень удобно. И такие вещи. Они легкие. В них не жарко. И так хорошо. Сразу из моря. И сохнут они очень-очень быстро. Мне кажется, неплохой комплект получился. Как вы думаете. Тапки, девочки, просто бомба. Такие удобные, мягкие. Прям довольна, что купила. И широкие, не узенькие. Будет очень удобно. Очки я всегда беру пару. Я беру Селин. Вот эти мои любимые. Такие бабочки. И гуччи. Это муж мне покупал в Италии. И для пляжа я беру что-нибудь попроще. Потому что постоянно в песке можно все это потерять. А вот просто на выход вот такие. Ну, посмотрим. Возможно, всего возьму эти две пары. Как вы думаете. И последний купальник, который у меня остался. Я оставила его, потому что он цветной. Но это Darjeeling тоже марка. Мне очень подходит для объемной тяжелой груди. И посмотрите, вот у них тоже классные купальники. Потому что они сделаны не как купальник, а как бюстгальтер. У них косточка, у них широкие достаточно. Лямки очень хорошо все регулируется. Качество просто отменное. И можно отдельно покупать верх и низ. Это здорово. Низ, он совсем такой прям тоненький. Лямочки, он узенький. Уже на загорелое тело. И видите, иногда хочется уже, когда... А знаете, я меняю купальники, потому что в одном загорает одна часть, в другом другая часть. Чтобы было как-то более так все аккуратненько. И у меня еще есть вот такие плавки. Как-то мне высылали на Амсуор. Купальник вверх мне совсем не подошел. А вот плавочки остались. Но я не знаю, они XL, они, наверное, мне сейчас будут большеваты. Хотя вот так мне тоже нравится, когда по отдельности. Видите, то есть низ однотонный, вверх цветной. Или наоборот. Сейчас так носят. У нас во Франции очень часто можно встретить, можно купить вот такие наборы. То есть де парье. Отдельно вверх, отдельно низ. Ну, сейчас по линии. Не буду показывать, они совсем такие маленькие, узенькие. Ну, а вверх вот идеально. Просто вот эта форма. Корбей, по-моему, по-французски называется, как по-русски, не знаю. И нашла еще сумку мою любимую из Монако. В общем, наверное, этот возьму будет у меня три купальника. Так как мы будем на море несколько раз за этот сезон, за отпускной в разных местах. Поэтому думаю, что пригодятся. Сколько вы берете купальников? Расскажите мне. Вот она сумка. Я не могу ее не взять, девочки. Я ее очень люблю. Я покупала ее в Монако. Показывала вам уже. Она называется вот марка известная. И видите, здесь внутри холщовый мешок. Он отстегивается. И вот такая сетка сделана руками, как рыбацкая. По-моему, я брала ее в музей, музей, аквариум известный в Монако большой. Музей Осеоники. Вот, посмотрите. Она просто классная. Стоила она достаточно дорого. Не помню, или 40, или 60 евро. Для такой просто сумки. Но она мне так понравилась. На лето смотрится великолепно. На пляж. Вот, мои хорошие. Посмотрите, какой у нас с вами здесь креативный бардачок. Надеюсь, что такое видео вам понравилось. Находки. И не только находки из французского рынка. Собираемся вместе потихоньку в отпуск. Если хотите увидеть дальше, что буду брать, какую обувь, то обязательно мне напишите. Будем продолжать. Всем пока-пока. Напишите, какой образ, какой купальник вам понравился больше всего. Ваша Светлана Франция. Пока. Продолжение следует.